МВД Таджикистана В Таджикистане добыча драгоценных металлов, серебра и золота растет быстрыми темпами. По данным Министерства промышленности и новых технологий РТ, производство золота за 8 месяцев этого года по сравнению с этим же периодом прошлого года выросло на 21%, серебра на 92%. Ожидается, что за счет сдачи в эксплуатацию новых мощностей к 2022 году годовой объем производства золота по сравнению с показателем 2012 года будет увеличен в 7 раз. По итогам 2012 года в стране было добыто чуть более 2,4 тонн золота. В Министерстве подчеркивают, что в недрах республики находятся большие запасы золота. Золотые активы Таджикистана содержат 137 месторождений с подсчитанными запасами промышленного золота и 127 непромышленного золота, отмечается в документе. Стоит отметить, что лицензии на добычу драгоценных металлов в Таджикистане в основном получают китайские компании. Вместе с тем, страна считается самой бедной в регионе. До сих пор во многих населенных пунктах отсутствуют линии электропередач. 43% населения не имеют доступа к питьевой воде. Всего лишь 22% жителей Таджикистана относятся к среднему классу. Куда уходят доходы от добычи природных ресурсов, остается загадкой. Напомню, что согласно исламу все полезные ископаемые ресурсы принадлежат народу. И все доходы, полученные от недр, распределяются среди граждан государства. На севере Таджикистана сотрудники милиции ворвались в дом вдовы и с оскорблениями потребовали ее снять хиджаб. В редакцию информационного агентства «Азия Плюс» обратилась местная жительница Наргиз Курбанова с жалобами на действия госорганов. Ко мне утром домой ворвались без предупреждения два милиционера. Один из них был участковым инспектором. Однажды он приходил и требовал, чтобы я сняла хиджаб, так как это положено по закону. Я тогда сказала, что ничего такого в законодательстве нет. И я никогда не сниму хиджаб, потому что это мое решение, и мне так велел Аллах. Он тогда ушел, а сегодня вместе с каким-то незнакомым милиционером они ворвались к нам в дом и стали обзывать меня. Заставляли вместе с сыном пойти в милицейский участок, угрожая, что посадят в тюрьму, рассказала она. Смелая женщина не растерялась и тут же позвонила на горячую линию ОВВД в Сахдийской области по номеру 62222. Там ответили, что носить хиджаб нельзя, отвечали вежливо, но факт, что дежурный начал с того, что нельзя, так как у них приказ сверху, сообщила женщина. Также Наргиз Курбанова рассказала, что раньше работала преподавателем английского языка в одном из вузов, но как стала носить хиджаб 4 года назад, была вынуждена уйти с работы и сейчас сижу дома. Я никогда его не сниму, сообщила она. Она также сообщила, что слышала от людей, что сегодня на рынке Панч Шамбе тоже женщин в сатрах ловили. Я не знаю, как дальше жить. Недавно наши соседи, у которых все дочери носили сатры, из-за такого давления переехали навсегда жить в Россию, говорит Наргиз. 27 сентября в ходе проведения 86-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола, которая продолжается в городе Пекине Китайской Народной Республики, состоялась встреча министра внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзады с делегацией Турции во главе с заместителем министра внутренних дел Мехметом Эрсом. В ходе встречи стороны обсудили о сотрудничествах между коллегами по задержанию и экстрадиции граждан Таджикистана, скрывающихся в Турции от преследования режима Рахмона. Было отмечено, что в борьбе с так называемым терроризмом-экстремизмом сотрудничество двух стран находится на высоком уровне, и в этом направлении осуществляются совместные мероприятия. Напомним, в Турции на сегодняшний день проживает огромное число политических беженцев из Таджикистана, вынужденных покинуть родину после начала репрессий со стороны властей по религиозным и политическим мотивам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok